МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 тысяч сургутян уже приняли участие в выборе общественных территорий для благоустройства. Цветы и игрушки, свечи и молитвы. Россия продолжает скорбеть о жертвах терактов под московным Крокус-Сити-Холл. Еще одна акция памяти прошла в Сургуте. И последняя битва за место в восьмерке сильнейших. Баскетболисты университета Югры в 30-м туре российской суперлиги на своей площадке принимали темп Сумс из Ревды. Аэропорт Сургута перешел на весенне-летнее расписание полетов. Оно продлится до октября. В наступившей навигации 12 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 34 направлениям, 9 из которых международные. Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент, Фергана и Худжант. Среди самых ожидаемых новых маршрутов прямые рейсы от ЮТЕР и АЗУР-ЭР в Анталию, которые будут выполняться трижды в неделю. И Дубай. Туда сургутяне смогут отправиться также на бортах ключевого перевозчика Югры по субботам. Увеличится частота полетов в Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Махачкалон. Также в расписание авиагавани добавили направление в Волгоград и Саратов. Около 9 тысяч сургутян уже приняли участие в выборе общественных территорий для благоустройства. Напомню, федеральный проект формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» действует на территории Российской Федерации с 2019 года и позволяет регионам строить и реконструировать важные для жителей локации, привлекая на это деньги из вышестоящих бюджетов. В Сургуте благодаря программе создано уже 17 объектов, в числе которых площадка для выгула собак в 20-м микрорайоне, сквер возле Дворца Торжеств, спортивные детские площадки в экопарке за Саймой. На следующий год представлено 4 территории. На 2025-й это территория парка за Саймой и дорожно-тропиночная сеть, парковая зона в микрорайоне 20А, последний этап в реализации этого парка с названием «Детская площадка», и также два этапа реализации парка по улице Республика. На сегодняшний день проголосовало порядка 8 тысяч человек. В любом случае снижать темпы нам не нужно. Нужно активно голосовать, так как мы все знаем, проект формирования комфортной городской среды в первую очередь признан для того, чтобы население проявило активность, активность принятия решений по созданию этой комфортной городской среды в нашем городе. Весомый вклад в увеличение числа голосующих за объекты инфраструктуры вносят волонтеры, которые ежедневно посещают предприятия и помогают жителям. Рассказывают о предложенных территориях и организуют голосование прямо на рабочих местах сургутян. Однако поддержать те или иные проекты по благоустройству можно и самостоятельно через портал госуслуги или на сайте 86.городсреда.ру. На данный момент мы ходим по детским садикам, но по плану в дальнейшем также учебное заведение университета, школы. Стараемся задеть как можно больше людей, чтобы был больший результат. Кто постарше, у них могут быть проблемы с смс-кой или с пониманием того, что мы делаем. Кто моложе, они как бы уже в теме, и поэтому меньше вопросов. Но агрессии как таковой нету. Все все прекрасно понимают и идут навстречу. Наоборот, даже рады, что мы приходим к ним, и им ничего не нужно искать. Мы с радостью все объясним, покажем. Десять дней прошло с момента самого страшного теракта в России за последние 20 лет. На минувшей неделе список погибших в результате нападения на Крокус-Сити-Холл становился длиннее. Данные формирует МЧС. Если в прошлый понедельник и вторник сообщалось о 133 жертвах, то по данным на воскресенье их уже 144. Это люди, что скончались в ходе стрельбы, погибли в пожаре или в больнице от полученных ранений. Россия продолжает скорбеть о тех, чьи жизни унесла трагедия. Люди во всех регионах несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам. В минувшие выходные огни лампады зарили площадь Советов в Сургуте. Акция «Свеча памяти» собрала десятки людей. Ранее в мэрии рассказали, что организуют такие мероприятия, чтобы помочь людям справиться с потрясением и горем вместе. Дебютная выставка. Юные сургутские художники представляют свои работы в музее. В рамках городского отчетного мероприятия воспитанники школ дополнительного образования презентуют творение широкой публики на выставке «Обретая мастерство». Участвуют дети в возрасте от 10 до 17 лет. Это как ученики первых классов, так и выпускники. Отчетная презентация проходит ежегодно, но обычно в стенах филармонии или залах детской художественной школы номер один. А в этот раз начинающим творцам представилась возможность показать работы в музее. Это трепетно для каждого мастера. Тематику рисунков дети определяли самостоятельно. Это и пейзаж, и культура народа в Ханты и Манси не обошли стороной ребята тему года – семью. Здесь источником вдохновения для многих стал собственный опыт традиции и истории. Мы каждое лето приезжаем в Ленинградскую область с родителями к бабушке с дедушкой. И я всегда помогаю бабушке, особенно в августе, делать заготовки, квасить все. И у нас появляются горы рецептов, которые мы после используем. Я сначала отнеслась очень ответственно. Все начиналось с маленьких эскизов, форэскизы обычно это называется. А потом мы перешли на такой большой формат. Я была очень удивлена и чувствовала гордость за себя. Для любого, а тем более и юного художника, это очень большая ответственность. Представить в стенах художественного музея свои еще не совсем, наверное, профессиональные работы. Это и большая ответственность, но и в то же время стимул к дальнейшему росту, к дальнейшему творчеству. Всего на выставке представлено более 30 работ учащихся художественной школы номер один. Многие из воспитанников, выбирая тему рисунков, вдохновлялись родным городом. Это стало толчком для создания еще одного проекта совместно с историко-культурным центром «Старый Сургут». На основе картин юных художников сделают сувенирный комплект открыток с видами города. Тиражированы будут 10 работ разных направлений, отражающих значимые векторы развития Сургута. Это энергетика, культура, образование и многое другое. Авторы не просто перенесли на картину достопримечательности города, а представили полноценное осмысление значимости этих объектов. Работали над изображениями педагоги и воспитанники на протяжении полугода. Познакомиться с картинами юных сургутян можно в художественном музее до 12 мая. Мы посещали различные места, фотографировали достопримечательности города Сургута. Уже к концу проекта порядка 14 человек моих учащихся стали вовлечены в этот процесс. Дети, которые выбрали ту или иную тему самостоятельно или со мной, собираясь группами, посещали с родителями, также родители были вовлечены в этот процесс, посещали эти достопримечательности, знаковые места для того, чтобы каким-то, может быть, оригинальным образом увидеть это место, как-то иначе посмотреть на него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ниже третьей позиции. Как завершилась встреча и продолжат ли сургутяне борьбу за медали, расскажет Мария Ливаняна. Университет Югра свой заключительный матч на предварительном этапе Суперлиги проводил против одного из фаворитов турнира – клуба «Темп Сумс» из Ривды. Уральцы в случае победы гарантировали бы себе третье место, получив в плей-офф шестую команду. Сургутянам также требовалось выиграть, потому как на кону стояла последняя путевка в восьмерку сильнейших, и именно хозяева показали сверхнастрой. Уступив стартовой четверти, югорчане уже во второй за счет отличной обороны вышли в лидеры. Это образцовая игра от первой до последней минуты, секунды. И от каждого игрока, кто не выходил, если допускал ошибки, партнеры помогали, исправляли их отлично. Играли в нападении командно, организационно, отлично, индивидуально. Проявляли свои качества просто в защите, очень классно играли. Постраховывали, помогали, разговаривали, коммуницировали. То есть, не знаю, это очень классная игра. Во второй половине встречи защита сургутского клуба стала непроходимой. В середине третьей четверти университету удался рывок 13-1. Максим Карванин раз за разом бил сверху, Глеб Суворов штамповал точные броски издали. И делал это в непривычной тишине. Болельщиков не пригласили на игру из-за траурных событий, связанных с терактом в Подмосковье. Очень хорошо двигали мяч, были одной командой. Возможно, на рывду сказался тот момент, что не было болельщиков. Потому что это достаточно тяжелопсихологический момент, когда ощущается, как будто ты просто на тренировке. И может кто-то устает или выключается, привык, что они тренируются меньше или больше. И где-то, может, через паузу. По-разному всем бывает. Мы были сфокусированы от начала до конца биться. Сургутяне продолжали доминировать во всех компонентах встречи. И хотя совершили 8 атак, меньше, чем ревдинский коллектив, нанесли уральцам самое крупное поражение в сезоне. Итог встречи 80-55. Университет Югравлимина поднялся на восьмую позицию. Темп Сумс опустился на четвертое место. Показали хороший баскетбол, были настроены, бились, сражались. Увы, у нас этого не было. Надо выходить со всеми биться. Мы на этом турниру таблицу не смотрим, не выбираем. И как получилось, так получилось. Просто по-разному можно проигрывать. Мы сделали от себя все, что могли. Мы полностью себя отдали. И завтра это будет зависеть не от нас. Будем смотреть Ижевск с Курском и надеяться на Курск. Если они выигрывают, мы в плей-офф. Если нет, будем биться за 9-16 место. Курские русичи, занимающие последнее место в турнирной таблице, дали бой куполу и даже лидировали за минуту до конца игры. Но точная атака Максима Кирьянова принесла путевку в плей-офф не Сургуту, а Ижевску. Университет Югра примет участие в турнире за 9-12 места. Первые матчи пройдут на следующей неделе в Тамбове. Мария Ливанян, Дмитрий Круковец, Никита Бабенко, Сургут-24. Попасть стрелой в мишень с 12 метров. В минувшие выходные в Сургуте прошел еще один этап городской спартакиады студенческой молодежи ЗОВ. Напомню, состязания стартовали 22 марта. В них за победу борются учащиеся высших и среднеспециальных образовательных учреждений города. На первом этапе ребята проходили пожарно-прикладную эстафету. В этот раз студенты соревновались в точности стрельбы из лука. Многие из соперников, что неудивительно, впервые познакомились с таким редким оружием, а потому изучать это древнее мастерство пришлось с нуля. Мы стоим напротив мишени. Стрелочку мы заряжаем белым пером на себя. Вот, зарядили до щелчка между двух ниточек. Это называется седло. Специально вымерено для того, чтобы у вас ровно стрела стояла. То есть зарядите вот так вот, ну не обижайтесь потом, если у вас стрелы полетели вниз, либо так они полетели у вас вверх. То есть центр, белое перо на себя. Тут у нас есть полочка, мы на нее ставим. Левая рука у нас прямо, мы тянем и до подбородка. После инструктажа участники поочередно стреляли из классического лука с дистанции 12 метров. Каждый сделал по 6 зачетных подходов, после чего подвели итоги этапа. По их результатам самыми меткими стала команда Росича Сургутского политехнического колледжа. Второе место занял коллектив колледжа предпринимательства. Замкнули тройку лучших студентов Сургутского государственного университета. Следующий этап пройдет 20 апреля, где учащиеся будут соревноваться в прикладном плавании. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru У меня на этом все. До свидания. Прямой рейс знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидает более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство Том Ямбар. Приходите в Центр Акватория для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате Morpheus 8. Инновационная технология без операционного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова